Ударная десятка в Твере. Бокс объединяет российскую промышленность и не только. На Тверском вагоностроительном заводе впервые прошел чемпионат по силе удара. В спортивном празднике приняли участие около 4 тысяч заводчан. Организаторами выступают Трансмаш Холдинг, в составе которого работает вагоностроительный завод, государственная корпорация Ростех совместно со спортивным клубом Академия Бокса. Как это было, увидите в сюжете с места событий. Этот четверг для вагоностроителей спортивный. С помощью вот этого тренажера они, надев боксерскую перчатку, определяли, сколько килограммов заложено в их ударе. В четырех цехах и на главной площадке соревнований установлены спортивные снаряды. Перед началом чемпионата участники прошли инструктаж. Пулачок нужно сжимать в конце удара. Самое главное, чтобы не было травм. Жесткий пулак ставим на цель, пулак направляем удар на часть. Первый удар у нас наносится такой легкий, проверяем снаряд, а потом наносим три удара на лист. Самый лучший результат записан. Праздник был богат на яркие эмоции и адреналин. Спортивное мероприятие – одна из составляющих корпоративной культуры Тверского вагоностроительного завода. Ольга Тимонина, начальник управления по работе с персоналом, своим первым ударом открыла чемпионат. Первый трансмашхолдинг проводит данное мероприятие от Тверского вагоностроительного завода, как от один из заводов в составе трансмашхолдинга, которые принимают участие в данных соревнованиях. Я искренне желаю всем нашим участникам почувствовать свою внутреннюю силу, испытать свой дух. Ударная десятка дала каждому работнику возможность проявить себя и узнать свои возможности. Специальные навыки не нужны. Уровень спортивной подготовки не важен. Ни разу не бил по груши, а перчатки первые. Эмоции груши. Каждый поддерживает своих людей, поэтому болеем, радуемся. Я дома груши везти, папа спортсмен, поэтому с ним за компанию начала бить груши тоже дома. Чемпионат по силе удара проводится при поддержке Тверского регионального отделения «Союз машиностроителей России», в который входят многие заводчане. Это вызвал очень большой интерес. Многие люди, которые даже никакого отношения к боксу не имели, начали интересоваться, что есть чемпионы мира по силе удара. В дальнейшем это может быть кого-то подтолкнет к занятиям спортом. Победители-призеры «Ударной десятки» будут награждены денежными призами от ТВЗ. Первое место – 10 тысяч рублей, второе – 7 тысяч, третье – 5 тысяч рублей. Финалисты представят ТВЗ в составе команды «Трансмашхолдинга» на гранд-финале «Ударной десятки» в Москве в конце этого года. Субтитры создавал DimaTorzok